Это уже не первый эпизод проекта Попробуй на себе, а три обладнился восьмого канала. В рамках проекта журналисты пробовали всякое. И смешанные единоборства, и готовить кофе, бежали марафон и даже были флористами. Но сегодня мы попробуем нечто покруче. Покатаемся на аквабайках. Неискушенный зритель, часто бывающий на пляжах, может подумать, что уже не раз видел, что это такое. Первое, что приходит в голову – руль, сидение и мотор. Однако это лишь один из трех видов этих водных глайдеров. Один вид – это сидячий водный мотоцикл. Это когда для людей, которые ездят на них сидя. То есть на него сел, это как, вот если сравнивать, это как машина и мотоцикл колесные. Есть стоячие обычные, то есть вот как вот этот, например, или вот, на которых мы сейчас ездим. Есть еще один вид – это для фристайла. Для фристайла, для прыжков, для трюков, для всего такого. Там уже, конечно, совершенно другой мотоцикл идет, другая форма подготовки. Александр – настоящий профессионал. Неоднократно становился чемпионом Дальнего Востока и Приморья по кольцевым гонкам на аквабайке. Ежегодно выступает и берет призовые места в рамках Кубка Короля Таиланда. А в 2014 году занял четвертое место в чемпионате мира. На этом список его достижений не заканчивается, ведь он лично организует в Край и Приморской столице первенства и соревнования под эгидой клуба Jet Ski Club. В Приморье пока нет официальной спортивной федерации, а потому каждый, кто решил войти в этот непростой спорт, должен в первую очередь озадачиться приобретением своего водного мотоцикла. Но здесь все не так просто. Гидроцикл – удовольствие недешевое. Правильно называть его водный аквабайк. В данном случае перед нами экземпляр, который стоит в сумме больше 30 тысяч долларов. Корпус – 10 тысяч, двигатель – 10 тысяч. Каждая комплектующая – 2-2,5 тысячи долларов. Все люди, которые занимаются этим здесь, тюнингуют свои водные аквабайки самостоятельно. Мы приехали аккурат к третьему этапу кольцевых гонок, поэтому нам пришлось какое-то время подождать, пока мой наставник Александр окончит свои спортивные дела и сможет заняться таким новичком, как я. Ну, мы начнем сначала с АЗОВ, то есть это будет небольшой урок теории. Как, что, зачем и почему. Я объясню принцип работы, как он работает, что нужно нажимать, что нужно трогать, и что нельзя делать вообще. На словах все оказалось просто. Руль, который перемещается вверх-вниз. Он же – для того, чтобы поворачивать. Рукоять газа, как на мотоциклах справа. Тормоза нет по определению. Главная движущая сила аквабайка – водомет, что исключает потенциальные тяжелые травмы. Вообще, безопасности здесь уделяют особое внимание. Без жилета на воду не выходят, а еще лучше, если есть гидрокостюм. Техники безопасности превыше всего. Одна из самых важных деталей – чека или ключ, который цепляется на зажигание. На левую руку крепим тросик, который связывает меня с аквабайком таким образом, что если я упаду, а сегодня это случится и не раз, и не два, он никуда не уедет, и ни в кого не врежется на полном ходу. Для чего вот это все? Я сейчас покажу. То есть, к примеру, ты едешь, ты упал, а у тебя мотоцикл заведенный. Ты упал, с ключом вместе выскочил, мотоцикл заглох и остановился. И вот пришло время попробовать покататься самому. Спустить аквабайк весом почти в 200 килограмм – задачка непростая даже для двух человек. После того, как мы зашли в воду, Александр напомнил мне главное правило – не отпускать газ. Сложно сказать, то есть, у кого как получится. То есть, если ты сначала, если у тебя получилось встать, значит, ты уже начинаешь понимать. Но с первого раза ни у кого никогда не получалось прям так вот хорошо кататься. Спортивный водный мотоцикл – это вам не велосипед. Слегка нажимая газ, ты буквально чувствуешь неудержимую мощь двигателя. Кроме того, мы находимся не на твердой земле. Водная поверхность весьма непостоянна. Это сложно, потому что это вот нужно держать равновесие и нужно понимать в голове то, что без газа он не едет. То есть, нужно нажимать конкретно на газ. Однако спустя некоторое время я даже научился не заваливаться на бок, стал реже падать и смог немного покататься, не пытаясь удержаться, а в свое удовольствие. Через некоторое время я понял, почему этот спорт точно не для всех. Все мое тело, спина и особенно руки буквально дрожали от усталости. Постоянное напряжение в попытках удержать равновесие дает о себе знать. И вот время для катаний подошло к концу. А Александр подвел некоторые итоги моих первых в жизни попыток совладать со спортивным аквабайком. Евгений Черемухин, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.